Приветствую вас, я отвечаю на первые вопросы, на первые два вопроса, которые, в принципе, повторяем друг другу, надо сказать так. Для того, чтобы твердо стоять на своем, нужно иметь достаточную степень самоуважения, самолюбия, гордости, любить себя и осознавать свою ценность. Для этого требуется либо добиваться этого через повышение собственной значимости в своих глазах, путем достижения определенных жизненных целей. И успех от вашей деятельности будет показывать вам, что вы чего-то стоите, что вы что-то можете, что вы на что-то способны и так далее. Либо, если причина кроется в ваших страхах, страхах, что вы будете неправы, что вы будете выглядеть глупо, что вы будете смешны и так далее, то нужно отыскать причины этого страха, корнем которого являются, скорее всего, комплексы. Комплексы идут либо из детства, либо после происшествия какого-то события с вами. Эту первичную ситуацию необходимо найти, разбить ее на элементы, потому что ваше эмоциональное состояние в тот момент мешает вам воспринимать ситуацию как собор элементов. Вы видите ее как единое целое, и тем самым обеспечиваете для любого элемента из этой ситуации соответствующую эмоциональную реакцию. А что касается второго вопроса, то здесь ситуация такова, что необходимо защищать свои интересы. Если вам что-то по праву принадлежит, то вы имеете полное право это требовать. Если человек, другой человек, это право оспаривает, значит, что он недостаточно сильно уважает вас и считает почему-то, что вы можете себя вышелять. Ну, надо понимать, что никто не будет беспокоиться о ваших интересах, пока вы не будете делать это в эссене. И если вы с вами интересы не защищаете, то, соответственно, никто защищать их не будет. И, соответственно, не существует какой-то универсальной формулы для выражения подобного смысла. Вы можете в лучшем случае, в лучшем случае, вы можете просто поздороваться с человеком и спросить, когда он собирается вынуть вам в долг, потому что вам это нужно. Лучше будет, если вы скажете как можно более откровенно, как можно более честно. Тогда к вам не к чему будет придраться. И самостоятельно, само для себя, по-моему, именно, отвечать на вопрос, что вы делаете. Вы требуете ЖЖО? Нет. Вы требуете свою? Да. То, кто вам предложит по праву? Да. И вы имеете полное, полное моральное право требовать возврата долга, особенно, если деньги вам нужны. Но для того, чтобы сделать это, вам необходимо научиться себя любить, необходимо избавиться от комплексов, неуверенности в себе. И, безусловно, стремиться к чему-то, добиваться чего-то, над чего вы стоите, и тогда у вас все будет хорошо, и все будет получаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.